Окончание рабочей недели многие начинают отмечать еще в пятницу, причем крепкими алкогольными напитками. Но нетрезвое состояние для многих водителей – не повод не сесть за руль. Более того, с каждым годом таких безответственных автомобилистов становится все больше. За шесть месяцев текущего года сотрудниками госавтоинспекции было пресечено 5255 фактов управления транспортным средством водителями, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, либо наркотического. Количество выявленных водителей превышает число выявленных нарушений данного вида за аналогичный период прошлого года более чем на 15%. ГИБДД напоминает, что находящийся за рулем автомобилей пьяный человек крайне опасен. Как он поведет себя в ту или иную минуту, предугадать никто не может. Зачастую такие поездки заканчиваются весьма печально. В первом полугодии 2015 года на дорогах Тверской области произошло 113 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей транспортных средств, находящихся с признаками опьянения, в результате которых погибло 24 человека и 169 человек получили ранения. С 1 июля ответственность для таких водителей существенно ужесточена. Теперь за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения им грозит уголовная ответственность. Отметим, что в Твере лишение свободы на срок до двух лет грозит уже трем водителям. В связи с этим дорожные инспекторы просят водителей не испытывать судьбу и не садиться за руль даже после одного бокала. Иначе они рискуют пополнить печальную статистику очередного рейда. Предстоящие выходные. Госавтоинспекции уже традиционно будут проводиться профилактические рейды контроль трезвости, связанные со сплошной проверкой водителей автотранспорта, как в дневное, так и в ночное время. Поэтому прошу водителей не нарушать требования и правила дорожного движения. С 10 по 12 июля в районах и на трассах Тверской области пройдут сплошные проверки водителей на трезвость. Кроме этого, будет усилен контроль за движением сельской местности. Конечно же, эти мероприятия полностью не искоренят пьянство за рулем, но хотя бы уменьшат число возможных аварий.